Добрый день, веселая минутка, с вами Дмитрий Гусев, Помидом. И если есть свободная минутка, давайте вместе ее с пользой проведем. Итак, мы заканчиваем сезон посадки чеснока. Сегодня высаживаем последнюю партию зубочками, как обычно. Значит, хотел, что дополнить прошлое свое видео, да, для понимания, почему, например, мы хотим выращивать крупный чеснок, но у нас он крупным не получается. Почему он, в принципе, крупным и не должен получаться в нашей средней зоне, это Подмосковье, ну или даже немного южнее. Смотрите, чеснок, он относится к растениям, которые и не длинного дня, и не короткого, как бы нейтрального, да, поэтому основные зоны выращивания его, это Китай много выращивает чеснока, столица, как бы, чеснока вообще считается, это в Испании город, то есть Испания. У нас чеснок, у нас чеснок, это вот мы сейчас уже посадили, у нас чеснок, он превратился из нейтрального, так как у нас зима холодная, из нейтрального по свету, да, по длине светового дня, он превратился в растение длинного дня. Что это значит? К примеру, берем редиску, редиску, знаете, да, она растение длинного дня, на коротком весеннем дне, на коротком весеннем дне, она формирует здоровый, запасающийся, запасающий питательные вещества корнеплод, да. И как только день начинает увеличиваться до максимума, к лету, нужно летом, как бы, редиску уже не сажать, ну, кроме современных сортов, их не берем в расчет, потому что она моментально идет в палку и зацветает. И также с весны посаженная, как только удлиняется день, она зацветает, и уже к середину лета она практически отдает свои семена. Также и чеснок у нас ведет себя, как растение именно длинного дня. В Подмосковье, вот в холодных этих наших северных широтах, он с весны рано много дает зелени, ждет, пока этот длинный день наступит, и только тогда выпускает стрелку и, собственно, завершает свой цикл, и мы уже там в конце июля, в августе мы его уже выкапываем. Вот, чеснок. Так вот, сразу, значит, напрашивается такое, чтобы сделать крупнее его, да, нужно удлинить, как для редиски. Вот редиску мы под пленку сажаем, да. Кстати говоря, идея хорошая. Например, чтобы крупнее был чеснок, с весны рано нужно откинуть снег лишний с его грядки, да, снять какое-то укрытие, если оно было, поставить дуги и накрыть пленкой, именно целлофановой пленкой, чтобы там была жара, чтобы он как можно, чтобы он как можно быстрее тронулся в рост, и, естественно, накопил вот самое большое количество питательных веществ, отдав их потом в луковицу, потому что он все равно раньше длинного дня, летнего, он не зацветет и стрелку не даст. Почему в южных районах, да, нашей страны чеснок крупнее растет? У него там время, там тает снег быстрее, земля быстрее прогревается, там он крупный, если мы крупный из южного, например, купим на рынке какой-нибудь южный чеснок крупный, да, к себе посадим, он у нас еще какой-то такой же мелкий. Почему? Потому что ему не хватает периода вот этого вегетационного, раннего, то есть на месяц, на два ему нужно подольше. Если хотите крупнее луковицу, накрывайте с весны чеснок пленкой, чтобы он быстрее отрастал. Вот, поэтому и ранние, и поздние сорта чеснока здесь большую роль не играет. Почему? Потому что ранние и поздние, это буквально недели две, а забег должен быть и месяц буквально, да, или там даже два месяца. Вот. Почему мы сажаем только крупные луковички, да, вот крупные достаточно луковицы, зубочек, да, опять же из-за этого, чтобы он большую вегетационную массу набрал за наш короткий весенний период до стрелкования. Мелкую посадишь, он не успеет набрать. А в южных регионах, там даже можно и мелкие сажать, они достаточно крупную головку формируют. Что еще? Естественно, если в этом коротком вегетационном периоде мы плохо его поливаем, например, да, и у нас недостаточно питательная почва для него, то ему и так коротко, а его еще и не поливают, и у него еще и питания нет. Естественно, он тогда опять мелким вырастает. То есть с этим тоже нужно, особенно с поливом, особенно с поливом, чтобы полив был достаточен. Вот три кита крупного чеснока для нашей зоны. Это как можно добиться, как можно ранней вегетации, как на юге, то есть накрыть пленкой, вот, снять укрытие какое-то, накрыть пленкой, чтобы земля глубоко прогрелась. Второе. Крупными луковицами сажать. То есть крупными вот этими вот зубками сажать, да, то есть чем крупнее, тем он мощнее растения будет за этот короткий период, и тем больше луковица будет, да, больше головка будет. И третий. Это, в этот, опять же, в короткий, не давать условия выращивания должны быть для него идеальны. То есть влажная всегда земля, да, такая достаточно увлажненная, хорошая. Ну, период уборки, естественно, там она должна быть подсушена, а вот всегда, в основном, она должна быть влажная. И достаточно хорошее питание, азот фосфор, калий. То есть, как обычно. По поводу, это вот я сказал про чеснок, вообще принципы выращивания, чтобы вы понимали, почему у вас мелкий растет, да, почему крупный не растет. Вот если вы в каком-то ошибаетесь, вот в этом, в трех китах, плохо полили, уже мелкий будет, маленькую луковичку посадили, опять мелкий будет поздняя весна, опять будет мелкий. Вот варьируйте из этого, чтобы крупный чеснок. Чем крупнее зубок сажаете, тем крупнее головка. Так, по поводу посадки бульбочек. Мы в этом году бульбочек не сажать не будем, я уже говорил, что мы сажаем их один раз в три-четыре года, иногда даже реже обновляем, да, свои, как бы, сорта. Сажают. Вот, для примера вам, да, у нас сейчас в сети вот много говорят, я чтобы не на себя, как бы, опираться, да, много говорят, что слишком рано чеснок в сентябре не сажайте, он у вас прорастет, зелень сверху будет, да, прорастет. То есть, в принципе, мы можем сохранить вот эти головки чеснока с зубками до весны, весной их посадить и он тоже вырастет, то есть, как яровой даже вырастет, хотя это зимая сорта. Также мы можем поступить с мелкой бульбочкой, то есть, нам не обязательно осенью высаживать эту бульбочку, да, мы можем ее хранить, она очень хорошо хранится, в отличие, как бы, от чеснока зимого, вот, мы можем ее оставить в зиму, положить в прохладное место, где-нибудь под диван, под кровать, где у нас прохладно больше, да, ближе к окошку, с которого дует прохладный ветер, да, вот, и пускай до весны, а рано весной высадите, у вас будет одна зубка из высаженной весной бульбочки, вот, можно сейчас посадить, то есть точно так же на глубину где-то там 3-4 сантиметра бульбочки разложили по одной вот так, там, ну, расстояние два пальца вот так вот, получается где-то 3 сантиметра разложили бульбочки и укрыли землей, то есть, ну, обычно, да, разложили, укрыли землей. Здесь будет самым важным в хорошей перезимовке перезимует все равно, что ни делай, все равно перезимует где-то 50% луковиц, ну, бульбочек этих, да, ну, иногда 70, если там, если теплая, хорошая зима, такая не очень морозная. Самое главное, они не выморзнут, они часто вымокают очень, то есть, выпривают, выгнивают из-за того, что слишком влажная осень, долгая влажная весна и толстый слой бывает слишком снега и там вот это все приедет. По земле обычную пленку, целлофановую пленку, полиэтиленовую пленку накрывают, чтобы вот эта вот почва, видите, она сейчас суховатая, да, чтобы она так же, так же и сохранилась. Она все равно, конечно, суховатая такая не будет, то есть, она все равно увлажнится, вот, чтобы она максимально была вот такая вот суховатая, то есть, мы делаем сухое укрытие на зиму, это для бульбочек маленьких, вот, это будет им очень полезно. А так, конечно, вот мы часто очень сажаем бульбочки весной, потому что и сохранность лучше, и схожесть лучше, их бывает больше гораздо, то есть, не 50%, а там 70-80% сходит, вот, ну и проще, это земля более рыхлая, весной бульбочки сажать, вот, в этом плане, а зимность, вот это соблюдение, соблюдение озимого чеснока, то есть, озимый в зиму сажать, не обязательно, бульбочки можно сажать весной, они хорошо будут храниться, хорошо укоренятся с весны, хорошо взойдут, и к осени ближе соберете бульбочки. Так, бульбочки, естественно, в этот же год выкапываем, а к осени ближе их сажаем. В принципе, можно не выкапывать, но все-таки, чтобы тараканы и мошки всякие там с червяками их не сажрали, лучше их выкопать вот на этот жаркий период. Летний, да, когда уже в осень, в августе сухо. Так, что еще у нас? Что еще? Ну, собственно, все, еще раз повторюсь, да, биология чеснока, она, он, чеснок он чувствует, когда, почему, когда на длинном дне он выбрасывает цветонос, потому что в южных районах, где родина этого чеснока, это степи, это долины горные, в южных районах, опять же, сухой период, летний, сухой, жаркий период, период, и он ориентируется, само растение, так создано, чеснок, он ориентируется, по длине дня, стало длинный день, надо быстрее выбрасывать луковицы, для чего? Для того, чтобы успеть, чтобы они упали на землю, и вот в сухой, все равно же растения не будет, воды нету, без воды вообще никакое растение растет, и также чеснок, успеть ему нужно до жары, до суши, который вот в степях, ему нужно успеть и бульбочки скинуть на землю, и саму луковицу сформировать, потому что уже в разгар лета формировать будет, как говорится, нечего, вот, поэтому так, удлиняем, сажаем крупными, удлиняем, я имею ввиду, период выращивания, сажаем самыми крупными бульбочками, и хорошо ухаживаем, хорошая почва питательная, и полив, самое главное, чтобы земля не пересыхала, и мы не укорачивали, и так короткий период, вот, все, спасибо всем за внимание, вот такое я хотел сказать, с вами был Дмитрий Гусев, сайт pomidom.ru, заходите к нам на сайт, покупайте наши семена, ставьте лайки, комментируйте, у нас 20% скидки сейчас еще сохраняются на сайте, и все, до свидания, мы закончили с чесноком, посадками, последнее видео, спасибо.